Привет, ребята, из прекрасной Москвы, из трех тренинговых станций, где вы можете поехать в Казань, Ленинград, Санкт-Петербург и Ярославль. И в этом видео мы будем ехать на 100 километрах в центре Москвы, чтобы увидеть, как люди живут там. Вы знаете, в социальных временах эта фраза была довольно популярна, чтобы поехать или отправить кого-то на 101-й километрах. И в конце я расскажу вам, что это означает, и кто и почему Советский государство отправил в таком месте, убежден. Итак, давайте поехать на 101-й километрах из центра Москвы. Не забывайте метро-станции с тренинговыми станциями в Москве. Они все красивые. Хорошо, ребята, давайте посмотрим, как тренинг нас приводит к первому месту, который называется Сергеев Посад. Итак, как вы можете видеть, ребята, Москва имеет много нового модерного тренинга. Но мы будем ехать на социальных тренинг, который еще более интересен. Потому что модернные тренинги, они все комфортные и так далее, но социальные тренинги имеют душ. Наверное, тутeterание – модернга. Теренуги, гоから с görünзом. Продолжение следует... 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 чем моего города в Пейсбурге, который был построен в Восточном, европейском стиле, вы знаете, в Восточном архитектуре и так далее, но это действительно русский стиль. И, кстати, почему это называется Сергеев Посад? Это из названия Сергей, и, как вы знаете, мой название Сергей, но в основном это из романского рода Сергиус, или Сергиус, вы знаете, и русский ортодоксный имя, в основном, Сергей. Например, если вы хотите стать монцем, вы можете выбрать разные имя, и вы можете выбрать Сергей, но я Сергей, так что вы знаете, это как-то севильный имя, но ортодоксный имя будет Сергей. Как вы можете слышать, Сергей очень похожий в звуке, даже в слове Сергиус, латинский родственник, романский имя. И история этого монастыря занимает много времени, даже после того, как это было построено, когда русский парень Варфоломей решил построить какую-то церковь, я просто скажу, что я не историк, вы знаете, и выбрал имя Сергей, из-за латинского имя Сергеус. И потом он превратился в русской ортодоксной церкви, и он как-то мой, как-то мой церковь, потому что мой имя Сергей. Итак, если я хочу молиться, я могу молиться к Иисусу, Матре, Мэре, или Сергею, потому что он как-то мой церковь, вы знаете. Вы видите, какие-то люди рисуют эти церкви, из-за латинского имя. По-моему, ребята, я не помню, если в католицизме и протестантизме женщины должны обрабатывать их головы, но в ортодоксе вы видите, женщины должны обрабатывать их головы, когда они в церквях или монастырных территориях. Вы видите, какие-то родственные дома они еще сохранены здесь, сохранены. Вау, очень крутой человек, Вау, ребята, эти исторические, центральные части, в этой городе, вы знаете, они сохранены хорошо, сохранены. Вау, ребята, они тоже имеют это здесь. Вау, вау, они продают здесь цветы. Вау, какие-то исторические здания. Вау, какие-то оборудованные дома. Вау, давайте проверим, как правильные люди живут, не в центре, историческую часть этого города. Вау, вы видите, какие-то дорожные, частые дома здесь. Вау, давайте проверим, что-то советские дома. Вау, давайте проверим, как-то хорошая, новая площадка. Новая площадка. Вау, давайте проверим, какие машины они двигаются здесь. Вы видите, Ла-2109, Рено-Логан, Тойота, Королла. Ну, простые машины в Москве, но вы видите, Ауди, они тоже сделали это для детей. Вы видите, здесь есть входные, Пилада, Приора. Да, также известная Тайр-культура, вы видите? Они поставили Тайр-культуру здесь. Среди здравоохранения. О, какие-то ребята употребляют. Вау, ребята, очень редко Лада-Нива, четыре двери. Вау, ребята, это удивительно, Олимпик Бэр, из 1980, Москва-Олимпикс. Олимпик Бэр, 1980, Москва-Олимпикс. Ну, ребята, эти колонии, здесь более-менее хороши. Я имею в виду, контрасты с Москва уже существуют, но все равно не так плохо, вы знаете? Да, и машина здесь очень легче, конечно. А, тоже трубы не дикты на земле, вы видите? Вау, 2106. Очень круто. Но, вы знаете, они имеют новое playground. Это Лада-2106. И это Лада-Гранта, это диктано-модерная российская машина. Да, но не так clean как Москва уже. Но, не так дороже, знаете, но, все generally clean. Sometimes you find some trash appliances, so you can see that they clean up here. Some basketball field. This from Foki. Or, this like some Soviet ones. Oh, бабушка. You see бабушkas make gardens in Russia. But, also noticed sometimes you can meet some guys drinking beer outside. You know, in St. Pittsburgh, Moscow it's kind of very rare. You can meet it only 15 years ago maybe. Well, you see people dry clothes here on the street. So, they trust that no one will steal it. Yeah, but nice overall. Another Lada 2106 they're so small. In childhood they seemed big but, comparing to the modern cars, you know. Yeah, much more ladders. In Moscow there's like really much, almost no ladders left. Yeah, you see in these smaller towns you can often meet like when Panelka buildings meet up with like some private house. these tubes you know I'm not used to them being not digged into the ground. Looks like it's simpler to maintain them. St. Petersburg, Moscow you won't meet it. Well, maybe in smaller towns outside St. Petersburg you can meet it. Wow guys, you've seen it yourself, Lada helps the freaking BMW to start off. Yeah guys, very rare Lada Niva four doors. Wow guys, the local shopping mall and here you can see the tasty period. and now guys, it's time to go to 83 kilometer distance to check some Dutch villages how they live there and after that we'll go to 100 kilometers point to another town the capital of Anharitersky Warnetor So guys, we are on 83 kilometer station you know in Russia it's quite common when they don't know how to name the just another station they just give it like a kilometer number from the center of the city region you know region here it's from Moscow 83 kilometer and let's go check those Dutchess where like Moskowitz stay in summer time usually but some people maybe also live here if it was uh weekend today you know for example Friday night it would be crazy amount of people in the trains but today is a working day so it's not so much people well the platform is shaking from such heavy train okay there is like some hidden road here i saw people coming from there let's go check it out but you know what it's so fresh here compared to city air here it's like you know you can get drunk from this fresh air here and here is another promotion of something let's check it out yeah building jobs yeah here is land diggers but it's broken wow look this you have here mosquitoes look guys those you have sometimes foods maybe since soviet times yeah guys i didn't joke when i said that vodka can grow up in russian tree forests and beer instead of mushrooms okay here we have a turn and we have a cemetery here actually so guys that's how the russian cemetery looks like but you know i'm not gonna film clothes my bit not polite there are older and newer graves yeah in soviet times they didn't use crosses only maybe sometimes but they use these monuments but nowadays in russia many people use crosses or at least paint you know like draw them yeah in soviet times old graves you won't really meet crosses that much but then religious was kind of allowed to gain freely but it's very clean they keep it everything clean here so some older flowers like these fake plastic flowers they bring here you know well i came to some road wow they sell honey here you see honey you can buy natural honey fresh honey furniture yeah it's very typical beton and so on so over there should be this dacha place so guys this dacha area has started but you know what i have never seen such a thing that these dachers would be who is there would be separated by the fences you see here fence over here is the fence yeah this is like the typical soviet dacha you can see here you know but this this is like crazy first time in my life i see it i know some like you know modern kind of dacha places you know they would have fences and security but like this kind of kind of old style dacha place you know yeah well they have new buildings here as well but it's i mean it's not like those luxury ones crazy i don't even know how to get inside wow guys it's crazy it says putin and some bad word you know i want to translate it because i'm afraid but but in the same time when i was riding in the train in moscow like you know those graffitis i saw graffiti zelenski like bad person you know some bad wars but here it's an opposite wow it's very bad they need to remove it immediately you know yeah guys here you can see it's like typical dacha place but i can't get inside well moscow dachers looks nicer you know than i don't know why wasn't this kind of dachers 10-15 years ago last time they were much simpler yes this dacha place called sweat which means light and it's also closed with cameras here you see it's people with moscow number plate numbers not even moscow region so people come here so yeah guys i really didn't expect it that it will be closed this is so-called garden community or if to translate direct directly from russian oh again this is bad writing here it will be it will mean garden comradeness okay here's some open space a little bit again i'll show you this typical soviet dacha but many people already built some new buildings yeah you see here is the entrance yeah this is very typical soviet dacha and here they have dog training oh yeah babushka with the dog looking i sent electric kata da будет или electric kata me electric k electric k электричка to store спасибо 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 but what can i say guys you know there is like such a stereotype that russians mostly live in those apartment blocks it's even it's true but also many people since soviet times have dachos so 50 kilometers 30 kilometers or like here 83 kilometers from moscow you know so you can go and relax to dacha not everyone had it but yeah my family had dacha but they sold it near st petersburg well from another side of the family still like there is like some dacha and guys there is a separation between dacha and like village house some foreigners confused you know these are kind of dacha it's usually city people would have some would live in apartments in the city and come here for the summer time you know to grow potatoes before actually it helped a lot before to survive like in 90s and soviet times but nowadays usually people just as a hobby grow like some flowers and so on whereas you can see they drive this kind of trucks you know for fun soviet city people come to dachas in summer some people can even live in these dachas even in winter but if you have a good house you know new house with heating because soviet dachas they were very like thin without heating you can't live in winter there and also guys and also guys there are village houses it's like where people live all their life you know it's not like the soviet government gave you a dacha and so on it's like where you were born for example that village house i have it's like my great grandparents house so there is a separation between like village house and dacha dacha it's usually like near the big city you know where you can go 30 kilometers 40 kilometers 183 kilometers like here from the city and grow potatoes there so not so russians are not limited to apartments only you know oh guys look it's probably soviet footprints it's piece of history here all right guys it's time to go farther to 100 kilometer mark to place where so the soviet government sent people deported people wow here are only communist trains wow someone smoked because like Продолжение следует... 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 Смотрите, ребята, они начали это делать здесь, но смотрите, как большая контрастность с Москвой, только 100 км из Москвы, crazy. О, вау, ребята, вы можете встретить Порше, ребята, я просто спрашиваю, что Порше 911, или что это было, с чеховым номером в чехе, вы знаете, crazy. Порше, ребята, они имеют это здесь, боксинг-машина, я спрашиваю, что это будет делать здесь, в центре дороги, так выглядит, что люди живут здесь, вы знаете. Вау, ребята, наконец-то некий худ, потому что, чтобы быть honest, в этом худе, рядом с трейн-стакцией, я чувствовал, что я могу спросить, что я из-за этого худа, и если я скажу, что я даже не из-за этого худа, я из-за Петербурга, может быть, это помогает мне, по-моему, даже если это близко к Москве, 100 км, может быть, они не любят Москве здесь больше, чем в Петербурге, и в Петербурге обычно все-таки любят культурное капиталу России, вы знаете. Вот здесь тоже есть трубки, вверху, ну, я вижу, что они делают что-то, но, вы знаете, слишком слабо, может быть, только в некоторых местах, но и в некоторых местах. Итак, ребята, здесь очень интересное место, также, в доме Марина Анастасия Цветаева, известная русская писатель, поэтесса. Вы знаете, ее сестра тоже была арестована НКВД, НКВД, это former KGB. Вы знаете, также, интеллигенция была здесь. Вы знаете, не только бывшие криминалы. Да, я забегаю криминал подушку, пожалуйста. Да, я забегаю криминал подушку, пожалуйста. Действия, я забегаю криминал. Я забегаю криминал. Прямо. Ни-то. Я забегаю криминал, но и я забегаю криминал. Это просто там. Я забегаю криминал на утром. Вау, посмотрите, это кот. Он огромный, но как он выглядит, потрясающе. Кто-то живет здесь, может быть. Это барон Рома. Он живет здесь, наверное. Вау, посмотрите, что это такое. Может быть, люди не парк здесь. Да, ребята, я видел это на карте. Роман Рома. И это очень много людей в этой городе. Уже в русском импирах, Роман Рома импирах импирах в русском импирах. В русском импирах, знаете. Но это зависит от региона. В Пейсбурге мы не встречаем их много. Но здесь, в городе, мы встречаем их много. Но обычно они живут близко, в их собственных семьях, как в городах или маленьких городах. Знаете? Они не спрашивают. Но они спрашивают русский. И также они спрашивают какие-то роман Роман и русский. Вы можете услышать их язык. Они спрашивают их язык. Это из-за индийского языка. Но они добавляют русские слова. Знаете? Видно, что там было Роман Роман. Баран. Баран в русском. В английском тоже. Баран. Или лорд. Локал, главный человек. Но, да, это интересно, как русский народ, вообще, не только в России, но и в Европе, как они привезли к их культуре и не混злили с их культурой. Вы знаете, за годы, они все равно говорят их язык. И это не много. Не много. Так что они спрашивают к их культуре. О, вау, ребята. Я не ожидал, что в этой городе это такое провокативное название. Думаю, что в России нет. Но это звучит как вооружение. Это невероятно. Почему они не убивают это? О, посмотрите, кто-то сделал паркинг. Очень круто. О, сам не любил денег. Надо. Я в Москве, но у меня нет денег. Я тележку, я... А, ну давайте. Мы вперед тележку гоните, а я завожу. Ага. Вперед. Вперед, понимаете, сзади они... Сейчас. Вперед. Мы осторожны тут. Да. Вперед. Вперед. А я завожу. Ну давай, да я не украду чего-то. Не, я в этом делаю. Я бы просил вас. А вдруг он... У меня плохое настроение. Развернись. А, так что ли имеется ввиду? Вперед, да. Да. Понял. Я сначала... Я думал вперед вас. А? Можно сюда, где широко. Ага. Вот такие. Пожалуйста. 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 Сейчас нет. Нет, нет. Ну я еще вот туалет вы сходите. Тут есть где? А? Туалет, тут есть где рядом? Как? Туалет. Туалет вот прямо направо. Так. Через минуту. А не можете? Так я как? Я потом сам зайду. Ну же. Вот прямо направо. Ааа. Успеиваем. Нормально. Сейчас. Подождите. А. Ну все. Разрешилось. Увидимся. Увидимся. Как следило. Я, единственное. В машине. Так я несу. что я могу сказать о этой городе я любил всю мою дорогу Сергиев Посад очень красивая город и это дом но в этой городе я сейчас еду на последний трейд атмосфера не очень приятно сейчас некоторые ребята сейчас некоторые ребята в борьбе вы знаете, они на этой платформе без денег и они говорили с другом с другом и с другом с другом и не очень хорошо и потом он говорит еще раз я думал, что это решение это не лучшие дороги если бы это уже владимир Регион Вы видите, что меньше денег здесь Потому что город, только 30 км Сергиев посад Это очень хорошая город Но атмосфера не плохая Но вы видите, как мы говорим в России В мире не без хороших Наши хорошие люди Вы видите, я помогал Берегу, очень крутой Берегусь на платформу И он хотел И мне хотел с одним текетом Потому что он сказал, что не имеет денег В самом деле, я даже Платил ему, потому что Текет в ужасе Рублоса, чтобы идти в Москву 2 часа, 20 минута И он хотел, чтобы идти в Москву И он И защитник Платил ему Платил ему Платил ему Даже если люди Платил ему Платил ему Может, для пенсионного Но это будет Очень дорогая И, ребята Я не буду Управиться Если люди Платил ему Платил ему Платил ему Приятного Дальше Здесь Дальше Берегусь Затем Тренин Ну, так что, пушь лайк, я тирен как собак, увидимся поздно.